Про охоту. Понятно, что вольерная охота – это редкостный позор и редкостная мерзость. И мне задают вопрос, а вот что вы скажете, Александр Глебович, про обычную охоту? Я могу вам сказать, да. Что я вижу в ней некоторый смысл. Какой же, да? Традиционная лесная охота, она, конечно, хороша тем, что с нее редко возвращаются бескрайне интересных трофеев. Дело в том, что охотнички, нажравшись, начинают с пьяных глаз по ошибке стрелять друг в друга. Только что в Пружанском районе глава района пристрелил своего близкого друга, пальнув на шорох и треск, приняв его за кабанчика. Охотники постоянно принимают друг друга за лосей, кабанов, волков, медведи начинают стрелять. Слушайте, русская классика, драма на охоте. Я для вас выписал последние самые случаи. В Якутии товарищи приняли полковника ФСБ за косулю и грохнули его. Хотя, если присмотреться из десяти отличий между полковником ФСБ и косулей, два, как минимум, бросаются в глаза. Это наличие удостоверения, готовность его предъявлять. Я думаю, как пыли рога. В Лихославльской области на охоте старший опер местного ОВД принял товарища за крупную утку и убил. В Ленинградской области, в Волховском районе, местный олигарх принял компаньона по охоте за медведя и пристрелил. Причем охотника не смутило, что этот медведь передвигался на снегоходе. Мне слезы мешают говорить. Он был сленом Единой России. Полковника Федеральной миграционной службы перепутали с бобром и застрелили. Вряд ли он строил хатку. Я думаю, дело было что-то в другом. Вообще, поля-то они самозабвенно, но рекордный случай произошел в Спасском районе. Там москвича, водолаза, дайвера, мастера подводной охоты. Местные охотники принялись за сама и тоже застрелили. В Мичигане совсем драматично испытывали новый осенний, очень дорогой камуфляж. И камуфляж оказался настолько хорош на одном из охотников, что товарищи приняли его за белку и тоже расстреляли, снеся ему полфизиономии к черту. Причем они допиваются, охотнички, до такого состояния. Вот на Алтае, кокнув из 12-го калибра своего товарища, охотник начал снимать с него шкуру и притащил кровавые полушубы в деревню. И пьяные односельчане долго гадали, а нафига медведь отрастил на себе овчину. По ошибке убивают генералов, попов, депутатов, сотрудников Росреестра и даже губернаторов. Какие же людей убивают, Александр Глебович? Ну, тем не менее, мы видим, что лесная охота не совсем бесполезна. Причем, к справедливости отметим, что вот тот самый поп в Залаирском районе, который словил картечь, он был не при охотничьих делах вообще. Просто сиживал в кустах по большой нужде. Что его увело от дома за 7 километров в глухой лес для того, чтобы этим заняться, отдельный вопрос. Может, он заблудился? По пути в сортир. Отлично. На дачном участке, да? Вот я не поменялся, нашел очень хорошую фактуру. В прошлом выпуске я сообщил, что для вольерной охоты... У нас сколько минут до перерыва? Минуты? Меньше? Минута. Ну, вы знаете, тем не менее, я вот в прошлом выпуске я сообщил, что для вольерной охоты будут использовать престарелых ручных цирковых животных, давно прирученных, но ставших ненужными. И это вызвало какой-то совершенно бешеный резонанс. И все мне возразили, что это невозможно, что это до такой степени подло и невероятно, что этого не может быть, по крайней мере, такого опыта в России нету. Но, опять-таки, я не поленился. И то, что называется, легко, без всяких проблем нашел прецедент. Первый прецедент этой практически вольерной охоты в России уже имел место. Есть такой испанский король, прошу прощения, Хуан, Хуан Карлос. Он недавно наведывался в Вологодскую область, где его ублажали как могли. Он вообще совершал тур по России. Эту историю мало знают в России, но хорошо знают в Испании, где все таблоиды вышли с обложками на эту тему. Король капризничал, водки больше не хочу, икры не хочу, бани не хочу, я страстный охотничек, хочу завалить русский медведь. Местные чинуши почесали репы, как удовлетворительство капризного Хуана, тем паче, что Москва велела его удовлетворять. Полностью и сообразили, как это сделать. В местном доме отдыха арестовали старого церкового добрейшего медведя по имени Митрофан, с которым даже детей было не страшно фотографировать, засунули Митрофана в клетку, привезли его на поле, обкололи седативными средствами и подставили под выстрел этого короля. Мишка был ученым, и несмотря на седацию, увидев человеков, он нашел в себе силы встать на задние лапы, раскланялся, даже начал какой-то пируэт, поскольку его учили танцевать. И тут, значит, тупой король в него засадил вот такую вот пулю Майера. Митрофан был убит одним выстрелом, мучился недолго. И Хуан был, конечно, в полном восторге, он фоткался на медвежьем трупе во всех позах, и сидя, и лежа, и в присядку. Он превзошел в богатстве поз самого Резника, самого Валуева, Михалкова и даже Навального. Мы знаем, что они все очень любят фотографироваться с убитыми зверьми, причем позируют с такой гордостью, как будто бы вот у лося или барана тоже был как минимум автомат. Или это вообще переодетый Бен Ладен. И вот Хуан долго фотографировался с медвежьим трупом, с трофеем крутой русской охоты, даже не подозревая, что под его сапогом дряхлый, старый, добрый цирковой мишка Митрофан, которому подфартило закончить дни в живом уголке на базе. Но тут подвернулся этот чертов король. Примерно так и будет выглядеть в российской реальности вся эта вольерная охота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова